полгода сегодня моего брата мамочки нет как не стало вот и он приехал мы взяли с ним водочку помянули мамочку такая женщина была хорошая но она и есть она сейчас просто охраняет его все нормально все мои чувствуем присутствие да она вот привет привет на какую-то майку накинуть это просто невозможно брат дай полотенце вот это пожар синяя но я привет из латвии здорово латвию ну некрасиво просто такой вид в общем давайте так было задано большое количество вопросов связано с ладно все не 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 вашего ума это дело я сегодня связался с человеком который очень сильно помог отцу мы сегодня с женщиной с этой пообщались мы сегодня познакомились с ней обменялись номерами я сказал что в любое время дня и ночи она может мне звонить и совет просьба помощь я всегда откликнусь она сказала ровно то же самое евгений вы можете мне звонить и обращаться с любой помощью мы конечно обращаться не будем будем надеяться на то что и я пригожусь этому человеку надеюсь что в каком-то хорошем событии вот а пение пресс магнитогорска привет огромный отчет на заправку не заехал не не заправился сегодня открыл бах у меня закончится только нашел не закончится выражать из полотенца а denis ржет поставим привет здоровьем постоянно дружат с нами накачанной фигуры и не понимаю правда хранит когда ты мне звонишь по видеосвязи прямо здесь нормально чё ты здесь стесняешься или тень так надо нормально я пересмотрел тот эфир ночной когда я не сдержал эмоции вы знаете я счастлив мне не стыдно ни заодно сказанное слово я вообще считаю что настоящий мужчина он настоящий том что может может и слезу проронить особенно сидела касается близко где дочка спит спать уложу так буду сидеть ладно не всем быть аполлонами привет денису здорово ребят 36 градусов тепла но это же было что-то невыносимое даже просто левочка 13 13 13 нижнее подчеркивание сердце отшивешь мне сердце не нужно мне душеньку бы сегодня кстати был в сицилии есть такое надо ресторана вижу море кто в новороссийске тот понимает о чем и и познакомиться с официанткой такая официантка симпатичная приятно я вообще считаю что моя будущая жена нам должна работать в сфере обслуживания потому что мне нужна женщина который не боится вообще никакой работы короче пригласил ее на ужин если вы хотите узнать что произошло дальше я сегодня пригласил ее на ужин она скажу что она работает но мужчины нет детей нет я сказал давай я тебе оставлю свой номер ты мне свой давать не будешь если посчитаешь нужным и правильным ты мне обязательно позвонишь и мы увидимся и в общем как то так познакомился в кафе сегодня прикольно а а что сын и сейчас 12 лет у сына все хорошо окончил школу девушки сколько лет менее 20 25 26 алёжек привет вас нет не написал шериф же привет постричься пора тебе а то хаос не идет послушайте хорошо ладно я это сделаю постарел эльмира пишет я думаю что не постарел а немножко помотала просто меня потому что последнее время эмоционально эмоционально это руки все нормально мы двигаемся вперед наверное немножко там что со мной не так и еще у меня к вам есть предложение перестаньте жить прошло вы на меня смотрели 15 лет назад знаете что такое 15 лет вообще новые в цифрах немножко плаваете нет или так посрать в лес вышли знаешь что по 15 лет 15 постарел не постарел мои золотые мы все стареем все стареем к сожалению но сейчас все наладится и у меня все наводится по поводу стрижки хочу сразу сказать 24 до я записан до 24 числа я записан на стрижку и на спасибо ольга но сначала буду вот таким а потом по итогу буду вот таким да я знаю что это прибавляет не лет но мне очень хочется что-то себе поменять перемены мест слагаемых мой юмор и отношение к жизни и позиции и приоритеты расставлены они не поменяются поэтому не воспринимайте меня как картинку я знаю что девяносто процентов жену и моё что ты объясняешь закономить ухванила реально хоть да я хочу да я хочу 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 поменять образ хочу вообще хочу я хочу изменений я я устал я ухожу живу в италии приезжаю гость или мерочка я не выездной мазала то спасибо огромное за приглашение спасибо да и на койте такой старый нужен найдите помоложе а доходите вот ты про эту стрижку покраску говорил год назад северно кипра искилла передаете плавины при огромный привет серном кипру увидеть моего сына папа очень вас любит и всегда вас говорит и в общем скажите что я просто его очень сильно люблю но если увидите его спасибо как будет много ногу я надеюсь я надеюсь я надеюсь на позитивные эмоции надеюсь да немножко опущены веки я вижу вот появление вот этих вот но это мимические морщины то есть но я знаю что от этого всего можно избавиться вот так так заряжаем всех позитивной энергией давай брат по 50 между нами памяти туман ты как во сне ты как во сне наверно только дельта план поможет мне поможет мне она идти светит наивная ты легко но так легко моим плеча уже зовет меня в полет мой дельта план модель Дельтаплан, мой дельтаплан, о, наша жизнь. Мою с тобой вместе. Мой-мой, моя дорогая. Денис, тебя кто научил водку разливать, скажи, пожалуйста. Отстань. Ну так нормально. Нормально? Чисто на глоточек. Фильм с моей бабушкой называется «Встретила девушку». Погода 36 градусов тепла. Куст, привет, дорогой. Привет. Паблины, верьте, не отчаивайтесь, не опускайте рук. Вы даже себе представить не можете, сколько людей неравнодушных к вашей ситуации, к вашей жизни. Какое большое количество абсолютно, я не могу сказать чужих, но абсолютно вам незнакомых людей за вас переживут. Я это переживаю на своем опыте. Отталкиваюсь от своего примера. Большое количество людей. Поэтому, что хочется сказать? Добра в нашей жизни, света, тепла намного больше, чем темноты и зла. Поверьте мне. Поэтому не отчаивайтесь. Правда, не отчаивайтесь. Не меняйся, ты очень хорошо выглядишь. 36, жесть. Да, 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 очень-очень холодно. Очень холодно. Ой, холодно, жарко. Слушайте, бабоньки, я не буду снимать полотенце. Что вы снимаете полотенце? Ну, это просто, во-первых, в первую очередь, я не переживаю за то, что вы увидите мою фигуру. Поверьте мне. Это вообще не важно. Объясню почему. Потому что я эту фигуру могу изменить вот так вот, в лучшую сторону. Я просто человек, как мне кажется, имеющий небольшую долю этикета, правильного воспитания. Я считаю, что сидеть с голым торсом в присутствии женщин не имеет права ни один мужчина. Ну, если эта женщина не является ей близкой подругой или знакомой, или женой, или еще что-то. Или родственницей. Все остальное, это неправильно. Поэтому я буду сидеть в этом полотенце. Я не надеваю майку, потому что мне некомфортно, очень жарко. В полотенце тоже жарко. Но за майкой идти нужно, а полотенце уже на мне. Поэтому все нормально. Я буду сидеть так, как правильно. Привет из Новороссийска. Привет. Привет, большой. Все верно, правильно. Ой, мои девочки, люблю вас, обожаю. Вы знаете, сегодня с Денисом сидим. Красиво сказано, перфекто же. С Денисом сегодня сидим. И проходит очень много... О, какой пирог красивого. Сидим с Денисом. Я, Курс, Денис, Боже, посмотрю, какое. Какие красивые женщины. Какие красивые девушки. Он говорит, Джек, баба, тебе надо. Ну, уже прямо это. Есть. Ты бы всегда сидел в моих эфирах, да? На листах. Денис, у тебя живет? Да, у меня живет. Привет, я с тобой на Перекуре из Челябинска. Я тебе привет огромный. Привет огромный. Привет, мелкая. Привет, Дуванова. Да, привет. Завтра мамочка дома. Завтра хочу пойти в храм. Поставить свечки. У меня... У меня есть информация о всех людях, которые перевели деньги. Моему отцу. Без имен, конечно. Но какие-то имена есть. Отдельно я эти имена проговорю. Где имен нет, то, знаете, я... Да и вообще за всех, за вас поставлю свечку. Чтоб у вас все было хорошо. За ваше здравие. Вы даже себе представить не можете, какое... Какое великое дело вы делаете. И какая великая миссия у вас, когда вы находитесь в моем эфире. Для меня это так важно. Вы... Вы должны понять одно... Наши жизни. Это время. И вы свое время... Я не хочу сказать, тратите. Но вы своим временем делитесь со мной. Я вам за это очень благодарен. Для меня это очень важно. Учитывая, как коротка жизнь. Спасибо вам огромное. Я ценю, и поэтому я об этом решил вам сказать. Чтоб вы не думали, что я здесь просто ха-ха-хи-хи. Есть еще и вещи ментальные, которые для меня важны, о которых я думаю. Обнимаю тебя, если можно, можно. Май золотом. Не просто можно, нужно. Здравствуйте. Здравствуйте, Рэмбо. Здравствуй. Здравствуй. Так и не покурил. С вами бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. В дом Божий входить к выпившим это неправильно. Поэтому я сказал же, что уже завтра я это сделал. А что с отцом? С отцом? Что с отцом? Все хорошо с отцом? Просто хотелось бы, чтобы было чуть-чуть лучше. И все. Не больше, не меньше. Так, а ты делишься своим временем с нами. Это минимум, что я могу для вас сделать. Так, похож на моего отца в детстве. О, а это значит, я вызываю у тебя только теплые и очень добрые эмоции. Это самый лучший комплимент, кстати, который может написать девушка. Потому что для девочки, для любой девочки, папа это самое важное и ценное в этой жизни. Мама это понятно все, но папа это все. Папа это весь. Вот все, что есть вокруг. Девочки, мир, растения, природа, еда, животные, люди, облака, вода, море, озера, реки, цветы. Это все папа. И когда мне человек пишет о том, что ты так похож на моего папу в детстве, это самый лучший комплимент. Спасибо тебе огромное, Миланочка, спасибо. Свешникова, да, Свешникова? Спасибо тебе большое за эти слова. Это, 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 это приятно. Значит, не просто так выходим в этот эфир. Значит, все делаем правильно. Да, ты прав, Жень, насчет папа. Да. Да. Дочка не купается в бассейне, потому что в бассейне вода холодная, он у нас стоит под навесом и нет возможности нагреть воду. Ну, как бы, то есть, солнечные лучи не попадают и вода не нагревается. Но сейчас немного выровняется. Сейчас закажем нагреватель для воды. Есть такой циркулирующий. То есть, нагреватель, в него попадает вода из бассейна, циркулирует, и она уже теплая, выходит в бассейн. И вот как только... Салам алейкум, бро. Здравствуй, Дон, здравствуй. Папа, это первый мужчина в жизни девочки. Женечка, привет. Ну, в маленьком же она купалась. Ну, да, я ей набираю маленький. Вон, у нее есть маленький бассейн. Вон, видите, где тигренок. Вот. Я набираю ей воду из шланга. И из ведрами таскаю ей горячую воду из-под крана. И наливаю, и она в теплой воде у меня купается. Вот. Да, в маленьком она купается. Каждый день, кстати, воду меняем, потому что пыль оседает. Я хочу, чтобы ребенок у меня, дочка моя, плавала в чистой воде. Ну, вот так. Так она купается, да. Ну, таская воду. Я знакомлюсь с девушками. Как найти жену? Ну, это точно не ко мне вопрос. Я не видел своего отца, не помню его, но все говорят, что я его копия. Ну, значит, и его копия. Все врать не могут. Денис, здравствуй. А вот он. Ну, поздоровайся, чуть-чуть пообщайся, в доле время с вами. Привет, привет. Нормально я поставил? Да. Привет, привет. Там еще есть? А сейчас на люк к вас? Да. Это нормально этот класс. А мы сейчас... Это вот той тетке, которую мы брали. Это где пиво раздеваемое. Сейчас надо будет... Сейчас мелкая проснется? Да, Женя хороший отец. Мелкая проснется, мама приедет с работы, и мы пойдем, что прогуляемся к вас раздеваем. Не, я не нашел он, Женя. И ты его. Ты можешь пойти... Привет, привет, Краснодар. Ты можешь пойти, занырнуть потом. Она такая багрячая. Да? На шоу-то. Давай. Одну секунду. Добрый вечер. Привет из Ростова. Привет, привет. Привет наш добрый Денис. Почему добрый? Денис. Не, я не всегда добрый. Ага, ага, ага. Ага. А так мы окопаемся. Все раздеваем. Привет, привет. Где свет? Какой свет? Свет не нужен, тепло. Какая девушка нужна Жене? Это обычный. Привет, привет. Где жена на маникюре? Привет, привет. Обычный. Здорово, здорово. Обычный себе оставь. Мне нужна самая необычная. Ну какая необычная? Чарик, чарик. Чарик, черепозь не плохо. Нельзя выпившим. А кто выпивший? Никто не выпивший. Не, они меряли воду. Ну такая бодрячая. Ну как с крана. А у нас нет речки. У нас же нет речки. У нас только море какая речка. У нас нету речки. Горная есть. Да, ну горная. А мы и не купались, кстати, были в Сочи, и не купались в горной. Ну потому что холодная была. Да потому что мы ходили километра 5-6. Ты ко мне ставишь, нет? Давай. Давай, посидим. Давай, проходи туда. У меня просто это, рабочая зона. Добрый вечер. Ну, и все мы как-то. Ну, пока молчал. Все с 7-10. Ну, не мы, а... С Луского. А вот так. Давай чуть-чуть. Инстамам приветствую. Привет. Не знаю еще. Может быть, кусочек поема. Море далеко от вас? 300 метров. Ну, может, 350. Здесь нет. А? Вот это или вот это? Ну, с хатой или вот это? Ну, куда море дойти? Она туда-сюда. Да, 300-350 метров. Так все зависит от того, какой пляж. Необычное, конечно. Чтобы Женя летал в космос и обратно. Это же человек позитив, интеллектуал. К тому же. Спасибо огромное, Кэти. Спасибо, дорогая. Денис похудел? Спасибо. Ой. Нет? Ну, зачем? Ну, что? Общение с обманом начинает. Ну, хватит там, что ли? Ну, мне приятно. Приятно тебе? Ну, конечно. Похудел, похудел. Мужики. Денис, это друг? Нет. Это брат мой. Сосед. Водичка хорошая очень. С легким паром. Спасибо большое. Спасибо. С лег... Ну, я уже не обращаю внимания на правильность написания. А мне потом пишешь, когда я тебе пишу смски. Женя, почему не закусываете? Что? Квас чем? Квас не закусывается. Это как... Это мои бабоньки. Они знают, что мы водку купим. Так. Их не... Не обнимаешь. Ну... Да. Денис Добряк. Денис, да, очень добрый. Ну, по отношению ко мне, конечно, добрый. А так? Женя, в Новороссийске много гостевых домов. Наточка, здравствуй, моя дорогая. Нет, я не могу сказать, что... Новороссийск не является курортным городом. То есть... Водичка, Бординка и Геленджик. Да. Ну, то есть у нас есть широкая балка. То есть это больше... Но все равно не тоже. Больше... Широкая балка для старой бабушки журнала. Портовый город и промышленный, и рабочий. Водичка, Бординка. Видно, что похудел. Да? Спасибо. Пожалуйста, заходите. На, вот если вдруг ты будешь сомневаться в себе, или какие-то комплексы будут тебя развиваться, пожалуйста, добро пожаловать в эфир. Я все тебе не как эту гантельку не отожму. Ну, это не у меня, это у отца, а тебе надо, ему спрашивают. Если у тебя с чем, ну, это поряд, все отдам, а. Там держал, там и прижал. Жель, спой, пожалуйста, песню, которую твоя душа желает. Светит незнакомая звезда. Нефиатр. Снова мы оторваны от дома. Снова между нами города. Третье. Взлетные огни аэродрома. Здесь у нас туманы и дожди. Здесь у нас холодные рассветы. Здесь на неизведанном пути Ждут замысловатые сюжеты. Надежда. Мой компас земной, А удача награда засмела. Он добрый, по глазам видно. Не пришить, не отрезать. Оля Фредит. Благодарю, не за что, Марина. Не за что мы так. А там какая-то любимая песня? Ну. Какая любимая песня? Есть любимая песня? Ну, самая любимая. Любимая? Тальков, Чистые пруды. Ну, я знаю. А вот. И все, да? Ну, нет, еще плод нравится, лозы. Да ладно? Да? Ну, самая любимая песня у меня, Игоря Талькова, Чистые пруды. Я не знаю. Я думаю, я уверен, что здесь у меня сегодня в гостях люди, которые знают эту песню. Я уверен, что 90% точно знают, кто такой Игорь Тальков и его песни. Чистые пруды, застенчивые вы, Как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон. Мой дальний берег детства, Где звучит аккордеон. Не, рыба не дешевая. Смотри, бедная. А, да, лучше не все. Я в эфире. А я в домике? Квас, да? Квас? Да. Во, время вы, блин, с квасиком. По-моему, он закручился уже. Батя пришел, дом начинает двигаться весь. Чтоб я... Давай налил. Посидите с нами. Куда? Я понял. У меня отец каждый день делает... Дочки мои супы. Каждый день варит новый суп. Каждый божий день. И что-то новое. Каждый день что-то новое. Ну, в основном, это, конечно, куриные. Потому что, ну, она очень любит бульон. Она не любит борщ. Вот это все. Она любит бульон. У нее там главное, чтобы у нее были макарошки, рожки, звездочки. Ну, вот. Морковку очень любит. Дед ее, конечно, очень... А у деда для деда лекарство. Это от всех болезней. Для бабули, для деда внуки. Жень, а песню Алигрова слышал «Помолимся за родителей». Я слышал песню Сусу Павляшвили «Помолимся за родителей». Я отпил у взрослой жизни рано, а вот сейчас бы убежать, в детство убежать, как хочу к тебе прижаться, мама. И папе тайны рассказать, тайны рассказать, вы простите мне разлуку, грешность. Ну, в общем, петь не могу громко. Ну, вот эту песню знаю. Я до сих пор не могу смотреть. Музык про мамонтенка. Да? Да. Ну, понятно. Обожаю Талькович. Да, да, да. Аленка, привет. Аленочка, привет, дорогая. Не плачь. Еще одна осталась ночь у нас с тобой. Да, помню. Еще один последний, да ты мой. Да, обожаю было. Ну, красиво. Да, хватит, что значит, красиво пою. Я шепотом пою, потому что у нас у соседей малышка маленькая. Маленький. Малыш, малыш. Нельзя громко петь. Вы круто, когда бабушка и дедушка любят внуков? Варианта нет. Ну, что значит, вы круто, когда бабушка и дедушка любят? Как по-другому? А есть другие варианты? Они любят, что ли? Это техники же. Послушайте меня. Вот у вас, у многих. Еревану, агро, бары, вонцы, все Армении, бары, вахпер, вонцы, лавы, камаз, камаз. Ох, чках, не, поха. Пожелаю, ха, ха. В армянске да, это ха, а че, это нет. Все, у кого есть дети, или те, у кого они обязательно будут, обязательно, поверьте мне, знайте, что ни в одной аптеке мира вы не купите лучшее лекарство для своих родителей, чем ваши дети, их внуки. Внуки, внучки, это лучшее лекарство, это лучшее противоядие, лучший антибиотик, лучший антидепрессант, лучшее обезболивающее. Человечество ничего лучше, чем внуки и внучки для наших родителей не придумало. Это все придумал Всевышний, Господь Бог. Ну, поэтому давайте возможность своим родителям общаться почаще со своими, с вашими детьми, со своими внуками. Поверьте мне, поверьте на слово. На днях была в Геленджике, вспомнила о вас, думала, эх, недалеко в Новороссийске, где-то там Женька и Денис. А мы рядышком, надо было, надо было, Женя с Блюмигранцем. Блядь. Что? Не знаю, что. Баль, ну, не знаю, не понимаю, о чем написано. Классный будет. Есть такие, Жень, мама отказалась от сына и внучки. Не, ну, вариантов этих очень много. Слушай, это мы. Да, если бы было Митя, да, было бы круто. К сожалению, но все внуки это понимают, не все внуки это понимают. Внуки не должны этого понимать. Это должны понимать родители. Почему здесь внуки? Вы думаете, что дочь? Я дочери сейчас спрошу у нее. Дочь, поедем в парк с детьми кататься или с бабушкой, с дедушкой? Конечно, она выберет парк и детей. Это все должны делать родители. Пентагон, что такое, может? Пентагон, что такое? Ну, это огромный общественный сортир. То есть, если ты будешь в Америке и увидишь Пентагон, а ты обязательно мимо него не пройдешь, ты можешь спокойно туда войти бесплатно и в центре нога. Девочки, кто будет в Америке? Посрать, посрать. Пентагон прямо в центре. Да, Брэйвиси. Делать, что хотите. Жара у вас? У нас? Жариск. Она жариск. дэнч и такой грудно рома прекрасное произношение армянского языка дякую у меня какие друзья у меня нет одного друга армянина знакомых я не общаюсь ну какие знакомы датилет ну ну нет у меня и у меня есть там я знаю людей рад я вышки учился 23000 лет назад у меня есть знакомые армяния но произношение это не благодаря знакомству с армянию не просто уважают у нацию все когда ты к сушка ты уважаешь нацию ты и делай все для того чтобы разговаривать на их языке и сколько я учил и хер выучил мама туда не предрасположить не уважаешь ты значит братан британца вот и все вот ты будешь четко произносить язык к тебе не относящийся только тогда когда ты уважаешь нацию поэтому эти столько денег зря потратили армянами любым а цру что такое цру это центральная российское управление она просто находится на территории америки это центральное российское управление цру даже не занимается спортом плавно же спортом занимаешься бассейн единственная мышцы которые мне накачано это язык да видела бой стек директуешь что это о чем вы спрашиваете не знаю хочу бобу я тоже самое классно вы сидите балдеет вас южан да мы такие недавно шлеменко знаем его команда все так посиди пообщащийся маяку на ты туда пошла и маленько закинул пока не задавайте вопросы сколько жилье но это зависимости живем или сколько будет стоить в зависимости от того какой вы хотите жилье какая квартира от 25 до и пошел дальше скромное жилье она на что на месяц но слушайте на месте же такая штука не работает то есть в летний период в летний период конечно цена повышается как и везде ну потому что у нас все квартиры сдаются в летний период посуточный добрый день и вам туда же рубашки погладил но материал такой знаете капризный хлопай ресницами и взлетай у нас есть брата на чем запить одну секундочку добрый день а вот он до хера сисюля пишет про твоей партнер на чем привет привет тебе звонил первый канал что предлагали в их шоу который выходит на их канале на самом деле где детектор но я отказался потому что считаю это мои золотые я поцелованным господом богом не не горь за деньги да но есть вещи которые не продаются не гоже вашему покорному слуги ходить вот по такого рода мероприятиям жиль в америке был не собираешься туда не был в америке но эппола денис поехал бы ради эппола эппола и копполы эппола очень хочу в америку очень не вами хочу в нью-йорк хочу в нью-йорк осенью хочу очень хочу . и в японию хочу в японию хочу весной поехать на такие следы да а так я где хотел и где хотел я там побывал пока не добрался до позиции не выездного эппола эппола денис эппола хочет купить себя а он купился себе эппола вот у него с двумя сим-картами тут антенка выходит еще телевизор показывает в общем короче ребята столько функции и чё же там встроена еще змейка вот такая пола у него звезды в африке нет не предлагали я в японию в японию очень хочу весной когда цветет сакура если не ошибаюсь она по весной цветет вы можете меня исправить вы вправе хочешь а зачем тогда оскорбили пентак я оскорбил пентагон смысле как же каким образом я оскорбил пентагон я же не людей оскорбил до осуждаю где же не людей оскорбляя где вообще не оскорбляю я оскорбил место в котором люди работают это большой биотуалет находящийся на территории америки вот мое отношение к пентагону еще там есть нато в нато если я не ошибаюсь по-моему делают неплохую туалетную бумагу по у нато так кстати так они помню они помню только этим и занимаются производством туалетной бумаги а вот евросоюз я знаю точно это сто процентов занимается изготовлением ёршиков для унитаза вот ну в общем если так задуматься пентагон нато евросоюз все с говном связано ну ну правда ребят это же не мы ну это же они я просто лишь константировал константировал эрнст это констатация ребят очевидных вещей вот и все но о чем вы говорите бляха прикрытие чего стал невыездным невыездным да как-то ёршик не по назначению используя да и бумага я тоже пользуюсь не так как они хотели они же выпускали бумаги выпускать бумагу думать что на них писать будут меморамбы вот и мемуары а ёршик это для того чтобы просто для красоты они его переворачивают так вверх вставят вазочку и люди ужинают европейцам ёршику да а я как-то как то ну как в россии принято использую все эти вещи и они как-то так возмутились сказали гелосович кузину 84 года рождения выезд в европу и в сторону запада запрещен перестаньте задавать вопросы лучше средней азии лучше кавказа лучше белоруссии лучше украины лучше приднестровья лучше это то 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 лучше я совмещаю тяжелую лучшую страну лучше сербии и лучше конечно же россия в этом мире больше ничего нет я думаю что что-то забыл но дагестану я же сказал о том что кавказ мои золотые это первое второе дагестан это россия что у вас там по географии нормально все ну и вообще все что поддержала россия в свое время любую автономию и любую независимость это тоже часть россии поэтому я назвал приднестровье я забыл упомянуть абхазию абхазии это наши братья поэтому все кого мы поддерживаем казахстан я же сказал средняя азия ребят казахстане средняя азия мазелатый ну хватит вам пожалуйста ну я вас очень прошу прежде чем после моих высказывать задавать мне вопросы крутаните глобус я вас очень прошу ну немножко по географии ну немножко себя ну хоть но крутите барабан сколько лет куришь дагестан россия дагестан крыша россия люди подъехали из третьего класса смысле ты серьезно спрашиваешь молдова обожаю молдову обожаю молдову вот приднестровье большой привет огромный привет приднестровье приднестровье мы с вами мы вы наши братья мы вас очень любим мы всячески наш президент великий лидер владимир путин вас поддерживает я это знаю так же как и абхазию мы с вами надеюсь что вы тоже с нами а вот и сербы сербы вам вообще низкий поклон вы наши братья в инвы наша кровь вы наше все сербы единственная европейская страна которая поддерживает россию которая находится просто как оккупированная нет никто нас не по сербы красавцы сербы вам низкий поклон кто и кто кто имеет хотя бы грамм сербской крови вы богом подаренные люди вы наши братья мне очень нравится чечня это тоже россия что значит не россия вышел вообще угорать что дагестан чеченская республика 95 вышел на приколе что косово а косово это не сербы постоянно с каких пор дагестан это россия ты слыхал нет а что это дагестан это россия моя золотая ты че вообще с ума с ума что ли сошли 95 регион и 95 это дагестан 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 россия конечно россия выше вообще с ума сошли что ас я просто себя вот реально это дагестан то другая страна дон брат я тебя очень прошу дон аж я вас очень прошу выйдите из моего эфира хорошо не материк а хорошо не материк и даже адыгея это россия 0 1 1 серьезно так там у танский край адыгея между краснодара водку возле краснодара который супер братом